МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Губерния 33 программа на всю Владимирскую, студия Борис Пучков. Здравствуйте. Завершилась вахта памяти 2017. Каким был этот год для Владимирских поисковиков? В каких операциях они принимали участие? Мы поговорим здесь и сейчас с председателем Ассоциации поисковых отрядов ГРУМ Михаилом Бунаевым. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, прежде чем начать наш разговор о том, каким был этот год для ваших ребят и для вас, мне бы хотелось узнать, в какой момент своей жизни вы решили заниматься таким интересным, и таким полезным и серьезным делом, как поиск погибших во время Великой Отечественной войны? Поисковой работой мы начали заниматься с апреля 2001 года. В этом году у нас уже 16 лет работы нашего поискового отряда, военно-спортивного клуба ГРУМ. Начиналась моя работа и работа многих ребят. Начиналась с него. За это время нами проведены 48 поисковых экспедиций на территории Смоленской, Ленинградской, Владимирской. В этом году первый раз в Воронежской области. Результатом нашей работы стали поднятые и с почтями перезахоронены останки 817 бойцов и командиров Красной Армии. По медальонам и подписным вещам за вот этот период нам удалось установить имена 35 бойцов Красной Армии. И у 23 из них, даже у 24 на данный момент удалось найти родственников. Интересно вот что. В какой момент пришло осознание, что я должен этим заниматься? Вот каков был побудительный мотив заниматься такой серьезной? Я не знаю, там это же получается как бы и работа, и призвание, и, наверное, и хобби отчасти. Ну здесь получилось так, наверное, вот в 2000 году при центре внешкольной работы ЛАД был организован военно-спортивный клуб ГРУМ. Ребята начали заниматься в нем, начали готовиться к армии. И чтобы было интересно и, самое главное, полезно, вот в апреле 2001 года был создан отряд. Первая экспедиция, которая состоялась в июле 2001 года в Гачинском районе Ленинградской области, для всех, для нас, для ребят была чем-то новым, неизведанным. То есть, как отнесутся ребята, как отнесемся мы к этому, когда увидим останки бойцов Красной армии, еще тогда никто не знал. Но как-то вот осознание, оно пришло довольно быстро. То есть, даже после первой вахты, после захоронения, которая состоялась в сентябре 2001 года, там же недалеко от места, где мы работали, приезжали еще живые на тот период ветераны Великой Отечественной войны, непосредственно участвующие в тех боях, по которым мы поднимали бойцов. И как-то вот осознание, оно пришло, наверное, само собой и довольно быстро. То есть, понятие, что кто-то должен этим заниматься неправильно, когда прошло уже 75 лет после войны, а останки тех, кто нас с вами защищал, лежат до сих пор неувековеченные, не погребенные, с должными почестями. Там громкие слова, наверное, патриотизм, не патриотизм. Ну, может быть, да, но в основном это, конечно, тяжелая, грязная, утомительная работа. И за дня в день, не каждый день приходится на вахте находить солдат. То есть, все равно больше времени уходит на то, чтобы ходить, искать, копать, может быть, впустую. Но, тем не менее, вот, когда находятся останки солдат, то есть, и у нас, у взрослых, уже видавших виды поисковиков, и у детей, которые даже первый раз приезжают на вахту, то есть, отношение к этому какое-то душевное такое. А вы помните свой, вот, самый первый раз, самая первая поисковая операция, вот эти ощущения, они сохранились в самый первый раз? Что запомнилось, когда вот вы непосредственно выехали первый раз в Гачинский район, да, сколько я понимаю? Да, в Гачинский район. Какие были ощущения? Что чувствовалось на месте, когда ты знаешь, что здесь были кровопролитные бои, и фактически вот эта картина, она, по мере того, как вы находили, наверняка, какие-то останки, она вот представала перед вами? Ну, здесь получилось так, что первый раз мы работали по 3-му, по-моему, или нет, 1-й батальон 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской дивизии народного ополчения. Это были рабочие и служащие ленинградских заводов, которые пошли на защиту города, и в первом же бою из батальона 625 человек осталось всего 128. Вот ту яму, которую мы поднимали, тогда мы подняли 19 бойцов, нашли один медальон, к сожалению, он полностью не прочитался, вот, но буквально в первый же день, когда мы поставили лагерь, мы вышли, но уже было известно, где эта яма, начали работать, то есть, как бы, ну, сложно это, наверное, передать, когда первый раз в руках держишь останки, человеческие останки, останки бойцов. Скажи, сколько человек на данный момент в команде «Грома» и пополняется ли ваш отряд молодыми ребятами? Ну, у меня-то в основном как раз молодежный отряд, то есть, у нас ребята начинают заниматься вообще в военно-спортивном клубе «Грома», сейчас вот и юнармия тоже легла, как бы, на наши же плечи, то есть, мы параллельно занимаемся этим, то есть, в основном, ребята, конечно, ну, где-то с 12 лет начинают посещать, к 14-15 годам те, кому это интересно, начинают уезжать в поисковые экспедиции. Состав, да, состав, конечно, меняется, пополняется. Те ребята, которые вырастают, несмотря на то, что они уходят учиться там в высшие учебные заведения, уходят в армию, все равно после армии, во время каникул, все равно все стараются продолжать участвовать. Многие, те, кто начинал это, сейчас у них уже свои дети, но, тем не менее, ребята продолжают уже, став взрослыми, участвовать в поисковых экспедициях. На данный момент, вот, в Радужном у нас сейчас три поисковых отряда. Это поисковый отряд военно-спортивного клуба «Гром», поисковый отряд «Старшина». Это специально было сделано, как бы, для тех, ну, как бы, здесь молодежный отряд, детский отряд, а те, кто уже становится старше, они переходят в поисковый отряд «Старшина». И поисковый отряд сейчас сделал еще атаман нашего хуторского казачества, Олег Александрович Андрюхин, поисковый отряд «Молния». Вот, тоже в городе Радужном. Он также вошел в ассоциацию поискового отряда. Да, 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 да. То есть, это вот три отряда непосредственно в городе. Поисковый отряд кадетского корпуса имени Дмитрия Михайловича Пожарского. Ну, он, как бы, немножко за территорией города, но все равно каждую весну с 2005 года кадеты выезжают вместе с нами и проводят поисковые работы. Скажи, Михаил, насколько сложно собрать всех и отправиться на вахту памяти? Это и Ленинградская область, да, это и Смоленская область, совершенно разные места, достаточно далеко удаленные от Владимирской области. Тяжело ли собраться? Сколько времени занимают сборы? Ну, сборы, ну, все равно где-то стараемся начинать это за месяц. Ну, основная трудность, наверное, и основная дорогостоимость – это транспорт. Спасибо областной администрации, которая нам помогает либо заказом транспорта, либо вот в осеннюю вахту. Мы участвовали в грантовом конкурсе, мы выиграли грант, как раз на который мы и съездили в Сычевский район Смоленской области в этом году. Каждая территория, то есть, или каждое учебное заведение, при котором состоит, ну, как бы, поисковый отряд, обеспечивает отряд суточными и обеспечивает отряд снаряжением. То есть, у нас это центр внешкольной работы, ЛАД, в кадетском корпусе администрации и так далее. По области тоже есть ряд отрядов, которые с нами работают. Там, в зависимости от того, при ком отряд, те стараются все-таки хоть как-то, ну, помогать. Скажи, пожалуйста, вот насколько вносят свои коррективы погодные условия? Потому что зачастую вам приходится работать в дождь, а я так думаю, что иногда вахта памяти заканчивается из-за таких же погодных условий, приходится возвращаться ни с чем. Как переносит члены отрядов вот такие погодные катаклизмы? Ну, в общем-то, к этому уже в основном все привыкли. Вахты памяти проходят от 10 дней до 2 недель, иногда чуть больше. Времени на работы весьма и весьма мало. И чаще всего погода не останавливает. То есть, просто одеваемся в АЗК, в дождевики и все равно продолжаем работать. Особенно, когда уже есть что работать, то есть, когда уже найдены останки солдат, то есть, тут уже погода никак не влияет. У нас есть видео, которое вы снимали сами с вахт памяти. Я предлагаю посмотреть то, что снимали вы. Посмотрите на вахту памяти вашими глазами. И попрошу вас, Михаил, прокомментировать то, что мы сейчас будем смотреть. Я, насколько понимаю, первая вахта памяти – это Сычев в лесах Подвырицы, это Гатчинский район. Нет, первая вахта памяти была апрель-май этого года. Первый раз мы выезжали в Воронежскую область. Вырецкая вахта – это традиционно летняя июльская вахта, где мы работаем. Как раз в этом году Вырецким вахтам исполнилось 15 лет. То есть, 15 лет мы там работаем. То есть, вот сейчас то, что мы видим, это как раз Выреца. Да, это Выреца. Можно сказать, что это за место? Насколько оно было сложным и что это? Можно сейчас рассказать? Здесь, ну, это так называемое урочище Косые мосты. Это где-то около 10 километров от самого поселка Выреца. Здесь наши части, части, по-моему, 70-й и 90-й стрелковых дивизий, нет, 90-й даже, а стрелковые дивизии обороняли перекресток как бы трех дорог. Это дороги с Вырецы на Тосно и дальше как бы одна из дорог уходит на Пушкин и Ленинград. И вот здесь бойцы держали этот перекресток, не давали немцам его занять, чтобы войска 41-го стрелкового корпуса, который вот как раз попал в окружение под Вырецы, могли оттуда выйти. Но, к сожалению, не всем далеко удалось выйти. Вот что сейчас здесь происходит? Я так понимаю, что здесь что-то было найдено, все-таки останки были найдены здесь? Да, в этом году здесь, вот именно в этом месте, в разных ячейках были найдены останки, так, пяти, да, пяти бойцов Красной Армии. Вот те медальоны, которые здесь у нас я сегодня принес в студию, как раз были найдены именно там вместе с солдатами. А удалось ли установить личности тех, кого Вы нашли? Ты сказал, что были найдены смертные медальоны. Один медальон, непосредственно эбонитовые капсулы, была с останками бойца найдена. Один, одна записка, скажем так, это нестандартный бланк, он был найден непосредственно в одной из ячеек, там было найдено. Вот как раз вот в этой ячейке найден был Николай Якульич и наш молодой друг с Гатчинского района. Они в ячейке нашли два патрона трехлинеечной винтовки. И когда они начали их разламывать, в одном патроне был порох, а в другом патроне была вот эта вот записка с данными солдата. Скорее всего, хозяин лежал чуть в стороне, метров в десяти в другой ячейке, потому что видно было тех двух бойцов, которых мы там поднимали вместе с поисковым отрядом. Искра Гатчинского района. Оба бойца были, видимо, сверху просто сброшенные в ячейке. И, скорее всего, один из хозяев этой записки, он был непосредственно рядом в ячейке. Вот как раз, наверное, скорее всего, либо в этой, либо во второй, которую поднимали мы. Ну, заканчивать, да, пришлось под дождем. Погода в этом году. Скажи, сколько человек принимал участие вот в этой операции и взаимодействовали ли вы с поисковиками из других каких-то отрядов вот в этой операции? Ну, мы постоянно работаем совместно, непосредственно в территориях. То есть весной вот мы были, работали с ребятами, с воронежскими поисковиками. Познакомились мы с ними в прошлом году, когда забирали у них останки бойца Богданова Бориса Алексеевича, уроженца города Гусь-Хрустальный. И в апреле прошлого года как раз мы его хоронили в городе Гусь-Хрустальный, прошло торжественное захоронение. К сожалению, родственники до сих пор не нашлись. Но жители города обещали ухаживать за этой могилой, в общем-то, как за могилой своих родственников. И ребята с Воронежской области звали нас еще в прошлом году, но каждый раз планы на год составляются вот уже сейчас, на 2018 год. Поэтому смогли мы к ним приехать только вот весной этого года. Скажи, вот ты с собой сегодня принес, насколько я понимаю, вот, кажется, эти смертные медальоны, которые были найдены под Вырицей? Под Вырицей в этом году, да. Один медальон народецкий Петр Васильевич, 915 года урождение, уроженец Ростовской области. Буквально находясь на вахте, мы успели найти его двоюродного внука, который сейчас проживает в Москве. Вот, медальон мы обещали ему передать 22 июня следующего года, когда останки бойцов будут торжественно похоронены на мемориале в деревне Мины. Там как раз проходят все захоронения тех бойцов, которых мы поднимаем вот в Гатчинске, ну, вот как раз в районе поселка Вырицы. Вот уже как раз с 2002 года. Скажи, а часто ли персональные данные о бойцах вот находятся именно в патронах? В патронах, честно сказать, у нас вот такой случай был первым, но самое интересное то, что, ну, скажем так, вот обыкновенный трехлинеечный патрон и бойцы чаще всего, когда туда вставляли записку с данными, они обычно переворачивали пулю. И когда находишь, видно, что она перевернутая. А здесь ситуация была, это вот действительно... В таком случае вода внутрь не попадает? Да, все равно попадает. Она и, ну, как бы и в штатные вот такие вот попадает, потому что резьба, она все равно, ну, не особо плотная, да. И либо вода, либо конденсат все равно туда попадают. Но здесь, я говорю, здесь была это просто удача, потому что патрон был штатный, обыкновенный, вот такой же, как таких патронов за вахтой можно находить там сотни иной раз. И то, что их поломали и посмотрели, это вот большое счастье. После этого мы ни один патрон в целом не оставили, то есть сломали каждый патрон на этой вахте. Чтобы проверить. Да, на всякий случай. Потому что обычно, ну, видишь, патроны, они у каждого солдата, их много, и вот даже иной раз в мыслях не возникает, что он туда мог в штатный вот так же вот, ну, как бы, патрон положить, бумажку. Теперь надо, вот как веку живи, веку учись. То есть теперь каждый раз мы будем проверять на всякий случай, чтобы, да, не дай бог, не пропустить данные бойца. Не могу не упомянуть вашу вахту памяти, которая была в Гусь-Крустальном районе. И, насколько я понимаю, там была развернута настоящая спецоперация по поводу, вы доставали двигатели от самолета Ил-4. Расскажи вот об этой уникальной операции. И я предлагаю, давайте мы посмотрим то, что вы снимали на месте, и, собственно, как это происходило, как вы извлекали двигатели из земли. Скажи, что это за место, насколько сложная была местность? Здесь получилось так, что данные о самолете к нам поступили в 2013 году. Только четвертый разведвыход дал нам возможность выйти на место крушения самолета. Это был 2014 год. Так это было вот то, что вы видите, это четвертая вахта. В 2014-2015 год мы с этого места поднимали останки экипажа, погибшего вместе с самолетом. Это был летчик и два стрелка, которые были захоронены в ноябре 2015 года на мемориале в деревне Черсиво. И в 2016 году у нас был первый опыт. Мы поднимали первый двигатель с одного крыла этого самолета. Ну, как бы крыльев уже от самолета не осталось. И, в принципе, запчастей там очень-очень мало. Но двигатели ушли, ну, где-то получается, вот, яма полтора метра и двигатель еще по глубине, ну, почти на три метра, если с нижней точки. А для того, чтобы извлечь его, пришлось сначала откачивать воду из ямы? Да, это прибрежные территории, то есть это берег, 100 метров от берега реки Колбь, грунтовые воды очень близко. И каждое утро, приходя на место падения самолета, каждое утро мы качали воду. То есть первый раз, когда мы пришли, первый день, помпа у нас 4,5 часа бесперерывно работала, откачивая уже озеро на месте падения самолета, которое осталось в прошлом. То есть пару дней, тройку, вы откачивали только воду? Нет, полдня откачиваешь, вот 4 часа, потом работаешь, на следующее утро приходишь, там воды уже почти метр. То есть опять начинается с того, что откачиваешь. Какой вес этого фрагмента двигателя? Ну, вот, нет, это двигатель целиком, там единственный один цилиндр был отбит, но мы его тоже нашли. И двигатель с лопастной группой, с винтом, где-то около тонны весит. Сколько человек занимается его транспортировкой? Ну, вот здесь вот непосредственно в вахте участвовало 9 человек. Двое у нас только на 3 дня приезжали, а когда мы начали его уже вытаскивать и тянуть, то там было всего 5 человек. То есть 2 бойца у нас охраняли лагерь, и 5 человек вот занималось транспортировкой. Причем тащить его вот по деревянному настилу, по деревянным как бы рельсам, скажем так, пришлось, ну, где-то почти метров 140 до реки. После чего мы его погрузили на плот, и на этом плоту еще 400 метров спускали по реке до того места, где его можно было уже забрать и непосредственно перегрузить в машину. А, Михаил, скажи, удалось выяснить, откуда летел самолет и куда? Да, то есть, скорее всего, по данным, эта дивизия авиационной дальней авиации, она работала на тот период по Псковской и Смоленской области. То есть самолет возвращался в боевого задания в ночь с 9 на 10 октября. Основной аэродром у них был в Монино. И по погодным условиям Монино не смогло их принять, и они пошли, скорее всего, на Добрятино. Почему самолет не долетел? Был ли он поврежден немецкими самолетами или зенитной артиллерией непосредственно над местом его работы, боевого задания, сложно сказать. Но летчик явно пытался посадить самолет. Тогда вот этот лес был пойменным лугом. Михаил, еще хотелось бы мне вспомнить вашу вахту памяти в Сычевке. Она была достаточно интересная. Давайте тоже небольшой фрагмент видео посмотрим, и ты расскажешь, что происходило там. Вот скажи, что это за местность. И, насколько я понимаю, тогда была достаточно большая вахта памяти, много участников было. Здесь эта вот осенняя вахта памяти как раз проходила в сентябре месяце, вторую половину сентября месяца. Кстати, участников на ней, в принципе, со всех территорий было не очень много. Порядка ста человек. Это со Смоленской, с Московской области, нашей Владимирской области. Результатом вахты непосредственно стали поднятые останки 83 бойцов и командиров Красной армии. Наш отряд в эту вахту поднял, наверное, четвертую часть всего подъема вахты, то есть 21 человек. Вот это место, это подъем бойцов как раз непосредственно в воронке, скорее всего, от авиабомбы или от крупного снаряда. В ней было 21 человек. Из 21 человека один, скорее всего, был младшим командиром, младшим лейтенантом, потому что на остатках его гимнастерки был обнаружен нарукавный шеврон младшего лейтенанта. Все остальные, возможно, были просто бойцами. Может быть, даже это был отдельный какой-то, ну, как бы один взвод, который штурмовал. Тогда это была деревня пруды во время войны. Сейчас это осталось просто поле, к сожалению, зарастающее уже потихоньку и деревьями, и травой. А все останки были перезахоронены? Да, останки были в этом году, в конце сентября перезахоронены в Сычевском районе на поле памяти. Получилось так, что в захоронении как бы были перезахоронены еще останки, которые были подняты за весь период поисковых работ в Сычевском районе. Это всего 508 человек. Приезжали трое родственников, которых уже удалось найти у тех бойцов, которые были вот в весенний-летний период подняты. Михаил, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Последний вопрос, мне хотелось бы задать. Вопросов, конечно, очень много, но мы не успеваем. Мы, к сожалению, встретимся еще, поговорим обязательно. Скажи, вот сейчас, когда вахта памяти завершилась, для вас, чем вы занимаетесь, как вы готовитесь, или вы разбираете материал, который вы нашли? Как живет музей ваш в Радужном? Ну, во-первых, да, и разбираем музей. Начинаются непосредственные занятия с детьми сейчас. Начинаются ряд мероприятий, в которых участвуют наши дети, как военно-спортивного клуба «Гром», так и местного отделения юнормии города Радужный. Сейчас будут проводиться, я думаю, что вот в осенне-весенний период для школьников, для студентов экскурсии по нашему музею поисковому. Мы очень рады всех будем видеть. То есть наш музей работает, ну, можно сказать, 7 дней в неделю. И если есть желание у жителей Владимирской области, мы завсегда рады принять и провести экскурсию по музею. Тем более там есть, что посмотреть, есть, что потрогать руками, то есть прикоснуться к тем вещам, в которых воевали наши деды, уже, наверное, для многих прадеды. Михаил, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам сегодня в гости и ответил на наши вопросы. Это была программа «На всю Владимирскую». В студии для вас работал Борис Пучков. Напомню, все новости, а также выпуски программы «На всю Владимирскую», включая и этот, вы можете посмотреть на официальном сайте trc33.ru. И до встречи на телеканале «Губерния-33».